Завтра 8 апреля и становится очень страшно, потому что сегодня произошло 2 землетрясения в Украине, это уже 11 землетрясений за 2024 год. Также заэроили землетрясение в Китае и произошло землетрясение прямо в Алматы. Также еще в Канаде произошло землетрясение, там где его в принципе не должно быть. И по всем Соединенным Штатам тоже видно пробуждающиеся землетрясения, и вот в частности возле Нью-Йорка тоже сейсмо-активность уже несколько суток. Напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете о 8 апреля, действительно ли мы с вами уйдем на неделю или на месяц в блэкаут без интернета, без GPS-навигации и без электричества. Могут некоторые регионы остаться, некоторые страны. Что вы об этом думаете? Считаете ли вы, что это так, или вы считаете, что это фейк, и готовились ли вы к этому или нет? А я пока буду показывать вам карту и расскажу, как к этому готовился я. Так как я уже несколько лет являюсь активистом, журналистом, волонтером, блогером, который изучает тему климата и сейсмичность в том числе, я понимаю, что в ближайшие годы зона риска для планеты растет, естественно и для меня тоже растет. Что я сделал для того, чтобы позаботиться о своей семье? Первое, это около 5 лет назад я купил себе частный дом и построил благодаря сибирской технологии подовую печь, абсолютно автономную, которая обеспечивает в холодный период времени мою семью теплом. Это самое первое, наверное, самое такое значимое, чтобы обеспечить детей. Второе, это, конечно же, я наработал навык и привычку держать деньги в наличке, как подушка безопасности, чтобы мне хватало минимум на месяц, максимум на пол, на год, в зависимости у кого какие доходы. Следующее, я купил дизельную японскую станцию, которая может обеспечить меня электроэнергией для конкретных моих потребностей. Потом, как я готовился к восьмому числу, я заправил полный бак бензина и в планах еще и заправить 20-литровую канистру также бензином. Плюс купил немного провизии, там подсолнечного масла, сахара, муки. Я в любом случае всем этим пользуюсь, да, то есть и наша семья в любом случае все это скушает. Поэтому вот, в принципе, такие ключевые опорные точки. Конечно же, я стараюсь не нервничать, конечно же, я стараюсь не волноваться, не психовать, не создавать панику. Потому что, когда ты находишься в расширенном состоянии сознания, если что-то случается, вероятность, что ты совершишь как можно меньше ошибок, она поднимается. И сможешь протянуть руку помощи другим людям, вероятность тоже поднимается. А сейчас я иду в прямой эфир и покажу.